Доктор Манхэттен из фильма «Хранители. Полковник Курц» из ленты «Апокалипсис сегодня». Согласитесь, думаю, мало кто из вас ожидал, что эти две фигуры имеют друг к другу хоть какое-то отношение, однако, уверяю вас, после просмотра этого видео не останется в этом никаких сомнений. Сегодня мы с вами поговорим об этих персонажах, в деталях разберём их философию, цели, характер, чем они схожи и чем отличаются. Я, мягко говоря, не являюсь большим поклонником мужчин в трико, однако истории, рассказанные в «Хранителях», и снятый по ним одноимённый фильм для меня является большим исключением. А Доктор Манхэттена я считаю одним из самых колоритных, запоминающихся и неоднозначных персонажей, пожалуй, всей существующей супергероики. И дело, конечно, не в его выдающихся даже по меркам супергероев возможностях, сколько в проработке его личности, взглядов, поведения и выборов, которые он совершает. А поскольку в рамках вселенной он является единственным персонажем со сверхспособностями, то это, несомненно, вносит в сюжет «Хранителей» особый колорит. Потому что его пребывание как супера не ставит задачу мериться силой с таким же, как он, персонажем или персонажами. Автор с помощью Манхэттена поднимает намного более жизненный и философский вопрос нашего самами реального социума, мысль о чём я разверну несколько позже. И вообще, повествование сюжета в целом не завязано на избитой истории о том, как мужчины в обтягивающих костюмах меряются яйцами в попытках показать, кто из них круче, а всё остальное, вне зависимости от событий, является лишь фоном для этого действия, даже если идёт разговор о, казалось бы, таком массам явлений, как захват земли или что-то вроде этого. Кстати, именно об этом в одном из интервью Алан Мур и говорил, что основной проблемой комиксов является то, что в них не происходит каких-то действительно важных и значимых действий, действительно влияющих на мир, в котором они происходят. Потому что благодаря этому трюку можно крутить шарманку, так сказать, бесконечно. Он же хотел создать законченное произведение с явной кульминацией, чем, собственно, и послужила общая апокалиптическая развязка. История становления личности доктора, за исключением трансформации его тела, которая отсылает Наск его первоисточнику в виде Капитана Атома, о нём мы чуть позже упомянём. Так вот, его история, по сути, лишена этих избитых семейных клише в виде убитых родителей или какой-то ещё там детской травмы, что, к примеру, присуще Бэтмену или Супермену. А весь драматизм Манхэттена, внутренние вопросы, рассуждения о тех или иных событиях происходят с ним уже после обретения своих сил. Зрителя или читателя как-то подсознательно притягивает в его личности именно то, что создатель комикса смог выразить этого героя не только внешними выдающимися способностями, но и, что крайне важно, наделил его отличительным от обывательского понимания человека ходу мыслей, взгляда на жизнь, события, окружающих его людей и так далее. То есть, если в большинстве случаев с супергероями мы видим в прямом смысле слова расхождение уровня способностей с образом мышления, когда тот или иной персонаж, возымев некие супервозможности, при этом остался на прежнем уровне желаний, потребностей, взглядов и, что самое, пожалуй, важное, социального самоощущения, что в принципе невозможно, то в случае с Манхэттеном мы действительно видим, каким человек был условно среднестатистической единицей социума с такими же среднестатистическими желаниями и кем он стал, какие по итогу возымел желания, взгляды и так далее. Несколько позже мы обязательно поговорим о его личности и философии более подробно, но поскольку в данном видео разбираться будут два персонажа, где мы выясним, как один породил другого, то давайте вначале ответим на вопрос, как же именно автору Хранителей получилось достичь такой глубокой проработки характера Манхэттена. Вот скажем, Ночная Сова и Мисс Юпитер выглядят вполне себе тривиальными персонажами. Нет, они неплохо смотрятся и в общем хорошо дополняют картину, вписываясь в общий концепт вполне удачно, так сказать, не перетягивая на себя одеяло. Рошах по понятным причинам зрителю симпатичен, он бескомпромиссный борец за правду, обычный человек без суперспособностей, как собственные все остальные, морально сильный и к тому же еще рассказчик. Азимандия, хотя и является личностью, которую при более тщательном рассмотрении и наделена определенными загадками, все же является вполне таким, знаете, типичным антагонистом. И вот тут мы понемногу приближаемся к сути повествования данного видео. Вероятно, Алан Мур решил воспользоваться старым, проверенным приемом не создавать картину и образы в ней с нуля, а придать необходимую форму уже существующим проблемам, персонажам, истории и так далее. И забегая вперед, сразу скажу, это хорошо и правильно. Ведь знаете, написать и создать что-то с нуля крайне и крайне тяжело. Не наделяя свою картину реальными смыслами, историями и прочими пазлами, которые создают из сюжета полноценное творение, ты в большинстве случаев рискуешь получить просто абсурд. Попробуйте написать что-то сами и увидите, что будет получаться просто какая-то пустота. Вот скажем, возьмите историю Гарри Поттера или Волостелина колец. Если вы думаете, что они от начала до конца являются лишь плодами фантазии авторов, то уверяю вас, что это не так. Скажем, по некоторой информации, Толкин, описывая историю Хоббита, имел доступ к очень интересным архивам. И даже та самая карта Средиземья была взята им не с пустого места. А создательница Гарри Поттера внедрила в свою вселенную такое огромное количество символики, что поверьте на слово, это просто невозможно сделать человеку с улицы. И вообще, подавляющее большинство известных писателей во все времена были далеко не простыми людьми. В этой профессии, как и любой другой, есть очень много особенностей и нюансов, скрытых от обывательских глаз. Можете ради интереса посмотреть мой большой разбор про известную многим историю о Золотом Ключике и приключении Буратино, написанном Алексеем Толстым. Я оставлю ссылку в описании, уверяю вас, вы взглянете на эту историю под совершенно другим ракурсом. Так вот, зачастую у, так скажем, цепляющих произведений, детали сюжета, общий костяк или его часть всегда имеют под собой основания из реально существующих или существовавших событий, деталей личности и так далее. Только в таком случае картина как будто подсознательно воспринимается человеком с частичкой натуральности, и зачастую это чувствуется на подсознательном уровне и воспринимается более притягательно. Итак, Хранители – это 12-серийный комикс, выходивший с 1986 по 1987 год. Апокалипсис сегодня вышел на экраны в 1979 году. Как видите, это две истории, следующие аккурат друг за другом, и более того, имеющие одно и то же время действия, а именно 70-е года прошлого века, разгар холодной войны между Штатами и СССР, конфликта во Вьетнаме и всеобщего привкуса ядерного апокалипсиса, который на тот момент вовсе не казался чем-то фантастическим. По сути, главной темой Хранителей и является сам апокалипсис, ведь эти так называемые часовые в действительности должны были хоть как-то сдерживать, как все думали, стрелку, где 12 – это время ядерной катастрофы. Но, как оказалось, это не так. Оказалось, что, по сути, их роль прямо противоположна, и охраняли они в действительности именно то, чтобы это время шло своим чередом. Они ведь не охраняют человечество или людей, посмотрите сами. Они заняты совсем другими вещами, почти все из них. И, так скажем, апокалипсис сегодня в итоге и наступил в Хранителях. И в качестве небольшой ремарки интересно то, что подобное развитие событий, где Армагеддон не отстраняют, а наоборот приближают, нет-нет, да проскальзнет медиа пространстве, что, знаете, уже наводит на определенные мыслишки. Вспомните хотя бы вот этот короткий эпизод из фильма про Тора. Смысл не в том, чтобы предотвратить Рагнарёк, а в том, чтобы устроить Рагнарёк. Доктор Манхэттен считается прообразом Капитана Атома из комикса Space Adventure 33 выпуска, вышедшим в марте 1960 года, который по сюжету был военным инженером. Принимал участие в разработке ракеты, но впоследствии обстоятельств подвергся распаду, подобно Манхэттену, а затем таинственным образом смог собрать себя заново и вернуться на Землю. Собственно, как это и повелось уже в супергероике, самого Атома перерабатывали неоднократно, был он и офицером ВВС США, и главным супером подразделения Лиги Справедливости в Европе, и даже злодеем, но это было уже потом. А его изначальную версию отменили в выпуске номер 89, 67 года. Что ж, давайте начнём с малого, так сказать, с внешности. Вот вы видите Капитана Атома. Далеко не лысый мужчина, с тем самым знаком Атома на груди, а не каким-то кругляшком на лбу. И вот вы видите полковника Курца, здоровенный лысый военный, который в некотором смысле представлял собой, так сказать, человека, овредшего просветления, символом которого и является так называемый третий глаз, который рисуется именно на лбу, что, по сути, и нарисовал себе Манхэттен в виде символа Атома водорода. Полковник Курц, как и Манхэттен, был участником войны во Вьетнаме со стороны США. И эти двое были не просто участниками, а прямо машинами смерти. И специально для тех, кто вдруг не в курсе сюжета, в итоге стал в прямом смысле божеством для отдельно избранного племени, которые ему и поклонялись. И вспомните эпизод в Хранителях. Там четко говорится о том, что часть вьетнамцев предпочли сдаться в армию лично Манхэттена. Не штатов, которые он представлял, так же, как и Курц, а лично его. Некоторые из отрядов Вьетконга хотят сдаться мне лично. Согласитесь, уже по этой одной отсылке, в общем-то, вполне понятно, чтобы разобрать намек автора. В итоге же, по сюжету Хранителей, Манхэттен является таким же божеством, сверхчеловеком для всех американцев. Курц, как и Манхэттен, является в некотором смысле оклевещенными. Обоих хотят убрать неофициально, без огласки какого-то справедливого суда и вынесения приговора. Все происходит втайне. Капитану Уилларду, которого наняли убрать полковника, прямо говорят, что ни в каких документах, бумагах и прочем о данной операции ничего не будет зафиксировано. И вообще, этого задания никогда не существовало. Доктора убирает Азиманди, и хоть он и не является официальным руководством США, в Хранителях явно дает понять, что он имеет большую власть и ведет свои тайные игры, а в будущем, вероятно, будет иметь монополию над контролем энергетической составляющей жизни человечества. По сюжету, каждый из картин, как полковника, так и Манхэттена, боятся, так как они вышли за рамки привычного восприятия жизни и смерти. Помимо суперсилы, Манхэттен, как я уже упоминал ранее, так же, как и Курц, имеет образ просветленного. Не без некоторых нюансов, о которых мы чуть позже обязательно поговорим, но сам образ показан как бы таким классическим. Он отрешен от внешнего мира и его суеты, пребывая в себе самом, в своих размышлениях, что неоднократно подчеркивается в Хранителях. Но вот что касается этой самой философии, в этом моменте они как бы друг другу противоположны. Манхэттен, несмотря на свое развитое понимание физических процессов, не смог понять главного, устройство человеческой природы, и, следовательно, не смог осознать не только потребности социума, но и себя самого. Ты знаешь, как устроено все в этом мире, кроме людей. Его внешнее спокойствие, как минимум для зрителя, выглядит не более чем опустошение. Он не знает, что ему делать, и на людей ему глубоко плевать. Он воспринимается как некое безучастное божество, как будто со страниц книги. Вроде есть, но как бы лишь номинально. И если он не остановил пулю, выпущенную комедиантом, задайте себе вопрос, в чего вдруг ему останавливать ракеты СССР или действительно попытаться вмешаться в планы Азимандии. Тебе на самом деле плевать на человечество. Ты теряешь с ним связь, док. Он устал от этой суеты. Для него жизнь, как человека, так и общества, это не более, чем возня муравьев, влекущих свое жалкое существование в погоне за вечным обустройством своего муравейника. В то время, как ему-то этот самый муравейник совершенно не нужен, потому что он от него не зависит. Это существо без цели, и его внутренняя пустота прямо пропорциональна его внешним возможностям, то есть она практически безгранична. И он это чувствует, и это чувствует зритель. Оттого он такой, как бы, пребывающий в унынии, замкнутости и одиночестве, все больше и больше теряющий связь с человечеством и в итоге обрывающий ее полностью. Несмотря на всю свою силу, Манхэттен, как личность, никому не нужен, так как даже при наличии человека, который смог бы его понять, этот человек все равно бы остался смертным, конечным, и, следовательно, разделить его бесконечный путь до конца не смог бы. Доктор понимает это, поэтому, осознавая свое принудительное одиночество, являющейся платой за силу, ему и никто и не нужен. Руководство страны хочет в нем видеть лишь бездушный инструмент, что в некотором смысле отождествляет и желание общества. А ведь для него Манхэттен является как другом, так и возможным врагом. Ведь еще вчера он, можно сказать, в одиночку закончил войну, убиев при этом множество вьетнамцев, но что, если завтра кто-то другой станет на его пути? И этим другим может оказаться любой человек, страна или даже целый мир. Ведь Бог может и миловать, и наказывать. Делая это по своему произволу, никто не властен над ним. И это вселяет страх. Его боятся, и он это понимает, а то, чего боятся, хотят обуздать. Приструнить, сделав подконтрольной марионеткой, Манхэттен, конечно, этого не хочет. Поэтому он лишний. А все лишнее рано или поздно отсекается. Такой же инструмент видела по сюжету правительства США и в полковнике Курц, надеясь на то, что, одарив в итоге его высоким генеральским чином, сможет и дальше использовать его как инструмент в своих интересах. По сути, Алан Мур наделился в его персонажа сверхспособностями, наделил пониманием того невероятного масштаба разрыва между этими способностями и возможностями обычного человека. Но при этом он лишил доктора сверхмышления, или даже более правильно сказать, сверхсамоосознание соразмерного своим способностям. Подчеркиваю, именно самоосознание как индивидуума, сделав его в итоге как бы мертвым для общества как личность и, следовательно, восприятием его лишь как инструментом, бога, отрешенного от своих овец, могущего, но не желающего. Манхэттен это как обратная сторона полковника Курца и в этом основная драма его персонажа. У него нет мотивации, потому что нет главного чувств. Как и высказался о нем Рошак, говоря «Но есть ли у Манхэттена сердце, чтобы его разбить?» Манхэттен это пример того, что сверхсила без сверхидей, образа мышления и прочего не нужна в этом мире. А с кем вообще сравнивается Манхэттен, да и кем он выступает для правительства и общества сверхоружием, совершенная сила? Помните, как высказался о нем тот человек? «Бог существует». «И он американец». Но вспомните, с каким подтекстом это было произнесено, с каким посылом для СССР и мира в целом говорят о нем как о нечто совершенном. «Меня называют доктор Манхэттен». «Они объясняют, что имя было выбрано из-за жутких ассоциаций, которые оно вызовет у врагов Америки». Разве о нем говорят как о каком-то совершенном мыслителе или может как о совершенной добродетеле? Может быть, совершенной идеей могущей дать человечеству что-то по-настоящему новое? Нет. О нем было сказано исключительно и только лишь как о совершенной силе, совершенном оружии, а значит и совершенном инструменте устрашения. «Они превращают меня в нечто безвкусное, нечто смертоносное». Но совершенное оружие не лишает человечества проблем. Манхэттен – это насмешка над самим обществом, которое думает или которое приучили думать, что имея инструмент, с помощью которого оно сможет безоговорочно диктовать свою волю, в действительности ни в коем разе не решает никаких социальных проблем. Поэтому выражение физической силы, какой бы она ни была, не способно заполнить внутреннюю пустоту бессмысленности, отсутствие понимания пути и наличие движущей основной идеи, как отдельно взятого человека, так и общества в целом. И с другой стороны полковник Курц. С самого начала знакомства с ним заочно мы начинаем понимать его идеи, то, что он возрос и изменился именно мысленно. С первых же кадров мы осознаем, что прежде всего это тот, кто говорит правду, кто называет вещи своими именами. А разве слово правды в мире лжи это не есть совершенное оружие, которого и боятся больше всего те, кто сидят на зверином троне и боятся намного больше, чем тысячи ядерных ракет? Их надо убивать, испепелять, свинью за свиньей, корову за коровой, деревню за деревней, армию за армией, и меня еще называют убийцей. Каково это? Убийцы порицают убийцу, они лгут, они лгут, а милосердие вместо лгунов спрашивают с нас, вместо этих набобов. ненавижу их. Как же я их ненавижу. Он называет свое правительство убийцами, тех, кто убивает женщин, детей, сжигая целые деревни. Далее он рассуждает об улитке, ползущей по бритве. Я несколько позже постараюсь пояснить это высказывание. Я наблюдал за улиткой, ползущей по лезвию острой бритвы. Это мое наваждение. Мой кошмар. Ползет, извиваясь прямо по лезвию острой бритвы. И в итоге мы наблюдаем вовсе не бога со страниц книги, не пустого персонажа. Мы наблюдаем прежде всего философа, мыслителя, того, чего был лишен персонаж Манхэттена. Он наполнен жизнью и он притягивает людей именно своей мыслью, а не силой. И именно его мышление есть его основная сила. От того полковник для правительства намного более опасен. Намного манхэттен. Итак, если кратко подвести итог по сходству данных персонажей, то выглядит оно следующим образом. Прототип Манхэттена Капитан Атом стал ветераном войны во Вьетнаме лишь после перезапуска этого персонажа в 87 году. То, что Алан Мур создавая Хранителя однозначно был знаком с картиной Апокалипсис сегодня это факт, так как это был крайне нашумевший фильм в свое время, причем еще до за несколько лет до выхода Хранителей. Внешний вид Манхэттена, который можно сказать срисован с курса и явно сильно отличается от своего якобы изначального прообраза Капитана Атома, думаю, едва ли стоит обсуждения. Вероятно, от Капитана создатель взял разве что несколько измененную историю его перерождения. И курсы Манхэттен принимали участие во Вьетнаме. Да и сама тема этого конфликта, являющейся центральной для Апокалипсис сегодня имеет не последнюю значимость в Хранителях. Также и время действия того и другого произведения идентичны. Ну а жирнейшая отсылка к Полковнику в виде сдачи части вьетнамцев под начало лично Манхэттена, думаю, вообще вне обсуждения, как и сама тема Апокалипсиса, являющаяся центральной в серии комиксов. Сам прообраз Манхэттена в виде некого просветленного персонажа, который не прочь посидеть в позе лотоса, знак водорода с как бы явной отсылкой к третьему глазу также несомненно отсылает полковника Курса, который также является в фильме зрителю как некий просвещенный или как минимум человек познавший определенную мудрость, более высокую и отличную от познания других людей. Как и в Апокалипсисе с Курса, Манхэттена решили убрать и более того убрали, убрали то самое божество, а при убийстве жертвенного животного священной коровы и можно сказать, что в итоге Манхэттен переродился это да, но он переродился для себя самого, он не остановил план Аземандии и по факту для жителей земли и американцев чей интерес он якобы защищал он остался мертв. Я ранее говорил, что постараюсь объяснить мысль о ползущей по лезвию улитке. Она отсылает нас к одному из основных принципов буддизма скольжение это когда ты всего касаешься но ни за что не цепляешься и ничто не может остановить тебя и сам ты не останавливаешься то есть приятные или неприятные для человека события чувства и прочее не способны сбить его с пути так как не способны его на нем остановить а лезвие в данном случае на мой взгляд еще более подчеркивает опасность этого пути кстати эта же идея была продемонстрирована в фильме бойцовский клуб когда рассказчик встречая в пещере своего так сказать тотемного животного находит там пингвина и тот произносит слово скользи скользи и напоследок хотел бы вам высказать чью-то интересную мысль суть которой такова доктор манхэттен олицетворяет читателя который может находиться в любой момент времени истории листая страницы комикса в любом направлении и от себя добавлю однако никак не могущим повлиять на сюжет этого произведения что вот такой обзор получился на синего гиганта и полковника курца а в следующем видео я поговорю об еще одном интереснейшем персонаже поэтому если вам понравилось подписывайтесь и жмите колокольчик но если вы хотите поддержать мое творчество то лучший способ это сделать оформить подписку на патреоне или поддержать любым другим удобным для вас способом все ссылки есть в описании а уже действующим меценатом каналом от меня как всегда отдельная благодарность благодарю за просмотр и надеюсь до новых встреч всем удачи